Всем привет! С вами Travel Camel и я Аня из столицы Парагвая, города Асенсион. В городе есть минимальный перепад высот из-за этого лесенки. Тут частая история. Без идей, сколько сейчас градусов, но по ощущениям примерно 150. Я последний раз такую жесть чувствовала в пустыне. Я вчера, блин, в Панаме страдала. Ребята, вот это ни с чем не сравнится. Просто лютая дичь, даже в тени очень тяжело. На что сразу обращаешь внимание, так это на симпатичную старую архитектуру. И на обилие решеток. Если даже у церкви решетки на окнах аж до третьего этажа, это о чем-то договорит, да? Повсюду в Латинской Америке вижу магазины вот с такими вот платьями. Куда они в них ходят, я не понимаю. Нашла супер красивое место для завтрака, но не уточнила, что входит у них в понятие круассана. Поэтому я чувствую, буду объедаться. Что-то очень много всего принесли. А это просто государственное здание. Представляете, пойдете вот не в госуслуги, а вот в такое место. Одно из самых старых зданий в Ассенсионе, конечно же, кафедральный собор. Здесь он называется в честь богини милосердия Мерсет. Соответственно, сейчас он, к сожалению, закрыт, так что внутрь мы с вами не попадем. Проверяем часы. Часы показывают правильное время. Заносим к Панаме Ассенсион. Молодцы, ребята. Прямо рядом находится католический университет. Кстати, тоже старинное здание. А сейчас мы с вами пришли к президентскому дворцу и Дому правительства одновременно. Что удивительно, можно зайти внутрь. Вход в музей бесплатный, но экспозиция тут максимально странная. Прямо давайте, не буду давать комментарии. Давайте вы сами решите, как это оценивать. Вообще вся выставка это видение одного прагвайского художника Джилла города где-то 50 лет назад. Похоже, этот аспиранция Джилла Мастера на все руки, потому что и тарелочки-то он из керамики делал, и цветочки рисовал, и брелье вытворил, и платье женские делал. А еще в музее хранится одна картина Фернандо Паттеро. Помните, колумбийский художник, которого мы с вами видим периодически во всей Латинской Америке. Кондиционера в музее нет, так что ходим, наслаждаемся духотой. Хотя я тут одна, тут даже сотрудников нет. Просто хожу одна, хоть чего хочешь, трогай, если бы не за стеклом было. Ради бога. Еще один зал посвящен экспозиции мигрантов, которые прибыли в Парагвай с разных уголков планеты. Серпы лежат. Говорят, представляете, люди реально так траву косили. Слушайте, у меня бабушка практически, можно сказать, по сей день так траву косит, отвергая газонокосилки. Нравится ей ходить с серпом. О, снять на камеру камеру, что может быть прикольнее. Кстати, вот вынуждена признаться, как человек, который никогда не увлекался съемкой. Я никогда не видела старые фотоаппараты, вот прям настолько старые. Так что, интересно. О, а это мне напомнило музей истории Австралии в Сиднее. Помните, я там восторгалась старым дизайном этикеток? Вот, снова это чувство. О, смотрите, что нашла. Были переселенцы не только из ближайших стран, но и из некоторых очень далеких. История Украины какого года. А с обратной стороны обратите внимание, какой забор ограждения. Если со стороны центральной площади можно зайти беспрепятственно, то тут прям супер охрана. Прямо тут в центре города то, что находится то, что мы называем трущобы. И еще немножко трущоба за окна. Здание президента. Вообще, как это убивается у них тут, да? Прямо сзади меня сейчас находятся эти самые опасные трущобы, которые находятся в центре Асусьона, буквально прямо за зданием правительства. Это, конечно, удивительно. Еще более удивительно, что когда я сюда подходила, я уже видела очень много маргиналов. Ко мне подошел мужчина в возрасте по имени Пабло. Знаете, я все время пугаюсь, когда ко мне подходят такие люди. С другой стороны, я понимаю, если они подошли пообщаться, возможно, они просто хотят поговорить. У меня есть куча тому примеров. То есть, ничего плохого. Опять же, после слов того, что я из России, была большая радость, ударились кулачками, пожали руку. Но смысл в том, что Пабло, какой бы маргинальной внешностью он не был, сказал, что в ту сторону вообще не ходи. После этого мне попалось еще два человека, которые просто шли по улице и сказали, даже не смотри туда, даже не смотри туда. Я не собиралась, я как бы просто хотела сфоткать. Но вот, очевидно, так с высоты мы с вами снимем видео этих мест. А сейчас я зашла в этот зал и сказала просто вау, потому что втащить в музей полноразмерное каноэ и просто прислонить его к стене это что-то особенное. Паутина на каноэ говорит нам о том, что за объектами смотрит, но не очень внимательно. Обильный перья в национальной одежде и украшениях обусловлено тем, что тут очень много разнообразных птиц. А еще интересно встретить где-то на другом конце света то, что ты считал характерным для своей страны. Например, у моей бабушки такая журная штучка до сих пор на столе лежит. А вот в парк, на удивление, зайти нельзя. Огромный парк в центре города огорожен и закрыт на замок. Остается смотреть из-за забора на стеллы и памятники, пытаясь представить, что мы почти рядом. Вообще не понимаю, что за фишка закрывать парк. Народ тут и так на улицах лежит, спит, отдыхает, просто все лавки занял. Че, они смущаются, что у них на главной площади эти люди будут лежать, а? А вот и памятник генералу Франсиско Лопесу, основателю города. Прямо за ним какой-то непонятный жираф. Что это такое, остается догадываться. В ту сторону сказали не ходить. Прямо по соседству с музеем настоящий современный парламент, где создают сенаторы. Прямо сзади него то, что мы называем Государственной Думой, но по факту вторая палата. Когда нет музея современного искусства, приходится выражать искусство там, где это возможно. Только с этого ракурса поняла, что за жираф. Это просто парк аттракционов. Чувствуешь себя немного сумасшедшей, когда делаешь что-то не так, как все. Дошла альтернативный путь к реке, все-таки хочется мне на нее посмотреть. Ни одного пешехода за пределами здания правительства я еще не видела. Я иду одна. Дошла до монумента, который очень хотела увидеть собственными глазами. Чем он такой особенный? Как думаете, у кого с Парагваем самые хорошие отношения? Ну да, с Тайванем, а че бы нет. То есть центральная набережная, тут памятник основателю города и дружбе с Тайванем. Белая дорожка есть, людей нет. И на пляже тоже не единого человека. Город с побережней выглядит очень симпатично. Тут сразу видно и Паласио Лопес, дом основанный основателем города Масло Масленое. Вы только посмотрите, какая красота. Жалко подойти ближе не получится, но визуально мы насладились и свое забрали, правда? На такой жаре лампочки выглядят как форменное издевательство. Просто хочешь сгореть заживо? Присаживайся, отдохни. Тут же рядом вход в порту Сенсиона. Как вы понимаете, город маленький, поэтому все рядом. Современное здание правительства издалека напоминает пароход. Слушайте, ну я теперь понимаю, почему его называют изюминкой. Ну, это так красиво. Не передать. Сейчас фотку делала и поняла. Знаете, на что похоже? На Розе Хутор отель есть построен в таком стиле. Только там целые отели, много зданий. А тут вот одно здание на весь город. Зато какое! А в этом доме в 1811 году была провозглашена независимость Парагвая. Как можете заметить, дом похож на обычный жилой. Так оно и было. Это дом одного из заговорщиков. Именно бескровным военным переворотом удалось определить Парагвай независимым государством. Кто помнит, что обозначает этот значок? В Лиме мы с вами узнали. Он означает, что здание находится под защитой ЮНЕСКО. Внутри расположен музей. И практически сразу я увидела экспозицию старых монет, ребята. Никогда в жизни я не хотела разбить стекло так сильно, как сейчас. Смотрите внимательно на эту картину. Она изображает события того дня. Смотрю на убранство комнаты, которое было в тот момент. И думаю о том, что люди творили великие вещи. Интересно, они сами осознавали или нет, что происходит. Сидели, например, на этих стульях. Играли в преферанс. Кстати, интересно, тут играли в преферанс. И думали о том, как создадут новое государство. Любимое селфи селфи в музее. Вставал будущий глава правительства. Смотрел на этот вид. И думал, как его страна станет независимой. Ну и место должно быть. Место, где править. И пришлось обустроить его прямо в доме. Иду, думаю, пить хочется. А тут морс. Ну вот мы с вами и дошли до главной площади. Площади оружия. Клаза Лазармос. При условии, что туристов я тут кроме себя не видела. Прям удивительно, для кого торговцы что-то продают. В такой зелени даже памятник не видно. Ну хотя памятник тоже зелененький, может поэтому сливается. Но смысл в том, что это памятник героям-отсвободителям. Век назад в Парагвай была война, которая унесла в жизни практически 70% мужского населения. Воевал Парагвай не более чем с соседями. С Боливией, Аргентиной и Бразилией. Каждая из этих стран сочла эту войну абсолютно глупой. Потому что фактически она была суицидальной. Ничего такого соседи Парагвая против них не делали. Однако в стране искренне чтят этот момент и считают его совершенно особенным героическим подвигом тех мужчин. Вообще в Ассуньоне ощущение, что ты в каком-то маленьком провинциальном городе, а не столица целой странной. А еще Парагвай убежден, что культура мата и колобасов пошла именно с них. А сейчас мы с вами пришли в библиотеку. Красивое, к сожалению, закрытое здание. Библиотека работает с двух до восьми каждый день. И чтобы окончательно вас запутать, я пришла в один из самых больших парков Парагвая, парк Уругвай. Тут такие красивые скульптуры на фоне современных граффити. Вот в дружбу Парагвая с Уругваем я верю охотнее, чем в дружбу Парагвая с Тайванем. Поэтому тут вроде как все понятно. Если бы между ними еще Аргентины не было, было бы вообще очень логично. В парке представлены известные художники и писатели Парагвая и музыканты. Не знаю, почему говорю во множественном числе, их всего два, но чем богаты, тем, как говорится, и рады. А около парка расположено здание старого вокзала. Выглядит красиво, но сейчас не используется, поэтому в таком плохом состоянии. Но внутри этого, казалось бы, заброшенного здания есть музей. Тут даже сохранился орнамент, который был на передней части этой станции в начале 19 века. Первая железнодорожная линия в Парагвая была проложена через 31 год после того, как появилась вообще железная дорога и первая линия в Англии. Я никогда не была близка к науке или к ученым, то есть не такой у меня круг общения, к сожалению. Поэтому я испытываю настоящее благородение, когда читаю о каких-то открытиях, о первопроходцах, о том, что нового люди сделали. Я понимаю, мы сейчас тоже живем век прогресса. Просто так хочется к этому прикоснуться, почувствовать, каково это, открыть что-то, сделать что-то первому, изменить целый ход истории, оставить свое имя. Я понимаю, наверное, это были не просто люди, которые придумали сделать железную дорогу, это были богатые люди или люди с возможностью собрать эти деньги на инженеров, на конструкцию, на рабочих, на все вместе. Но они сделали кое-что особенное для этой страны. Смотрю, сердечко замерло. Что же за буква там прячется? Нет, не наша буква. Ну ладно. Они показывают, какие у них были скамейки 200 лет назад, а я знаю, что у нас по стране до сих пор электрички с такими сиденьями ездят. А это фотография президента, который дал указ сделать железную дорогу в Параглай. Хожу по музею, а сама книгу финансиста вспоминаю. Помните, там тоже про железную дорогу. Так раньше выглядели удостоверение личности предтечи с портов. Описывалось, какого цвета волосы, глаза, какого человек роста. Железно-торожные пути от старого вокзала разобрали, однако оставили их в самом музее. Поэтому здесь стоят один паровоз и два старых вагона, которые можно рассмотреть вблизи. Я не уверена, но похоже сюда можно зайти. Мне сегодня уже посвестили около дворца, поэтому проверим. Не, закрыто. Так, ну тут даже свет говорит, сюда-то зайти можно, я надеюсь. Так, выглядит очень даже современно. Слушайте, я теперь понимаю, почему барчики делают в вагонах поездов. Симпатично выглядит, не находите? Бутылки можно поставить, чтобы не расплескались во время сильного торможения. Входим в святая святых бар. Не знаю, почему у меня святая святых всегда связана с баром. Но смотрите, тут тоже свет в темноте, что-то там есть. Техническое помещение сзади бара. Кухня. Логично. Надо же как-то готовить для всех этих богатеев, которые на поездах катаются в 19 веке, вино заказывают. А дверь сзади готова поспорить, чтобы выйти покурить. Эй, бармен. Маргарита у меня. Да похолоднее. Мне кажется, нигде и никогда не чувствуешь столько желания изучать историю, как в музеях. Не могу не показать, как шикарно сделаны туалеты. Очень симпатично. Знаете, что смешно? Вода из-под крана течет горячая, вода в бутылке для битья горячая. Ребят, я реально будто в пустыне. Но нет, мы в джунглях. Мы просто посреди Латинской Америки. Парагвай не имеет выхода к морю или океану. Ни к чему. Тут невыносимо жарко. Я не представляю, как они тут живут. И если в Лиме здания в хорошем состоянии были под охраной ЮНЕСКО, а в плохом нет, то тут здание явно в плохом состоянии, но при этом оно под охраной ЮНЕСКО. Если искать достопримечательности по МЭПСМИ, никогда не знаешь, что тебя ждет. Вот, например, это называется каньон и река. С одной стороны и каньон, и река. С другой стороны, стоило ли оно того. Ну и последнее, на что хотела взглянуть. Центр культуры феминисток, а точнее говоря, просто музей. Но сегодня закрыто. Что поделать и каждый день феминисткам работать. Я, конечно, очень старалась целый день снимать красоту, но вообще, ребят, городские пейзажи не радуют. Очень много некрасивой архитектуры, старых заброшенных домов и очень много бедных людей. Отправляюсь на Сунь-Сьон, столица Парагвая. Я знаю, что у меня в запасе всего один день, в котором перешел. Я читала недзову одному путешественнику, который сказал, что приехать сюда на два с половиной дня, а остался на два с половиной месяца. И я думала, что ли я там такого увижу, что меня так влатушевит, так пробит и заставит меня остаться на дольше, чем я планировал. Сегодня у меня был целый день на Сунь-Сьоне, столица Парагвая. Я покатила четыре часа на осмотр центра города. Я зашла в каждый музей. Я обошла весь центр только трёх. И у меня вопрос. А что тут делать даже два с половиной дня? В общем, я очень рада, что я посетила это место. Ожиданий и реальность, не буду говорить, софальны нет, потому что ожиданий и реальны никаких, собственно, не было. Ожиданий и реальность, а про два и вещи, чтобы смотреть, куда они становятся, это точно могут ехать в центр и в самое сердце. Каждому своё, знаете, каждый что ещё, кто найдёт. На сегодня это всё. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.